А почему вы сейчас о нем вспомнили? Какая у него роль сейчас? Не, ну потому что я же все время говорю, что это мафиозный режим, что этот режим никакого отношения к никакому государству не имеет. Потому что те люди, которые пытаются найти в России сегодняшние признаки государства, конечно, они находят. Они находят, потому что они ищут. Они находят Центральный банк, они находят Министерство финансов. Они еще там чего-то находят. Но это все придатки. Это все придатки. Им даются какие-то указания, они их выполняют. Ну вот все. А реально Россией руководит мафия классического типа, которая контролирует все экономические процессы и все потоки. Главное потоки. И очень важно, это потоки оружия, наркотиков и людей. Значит, и вот Путин, когда понял, что он все это побороть не хочет. Не то, что он не может. Даже не хочет. А он хочет это возглавить. Вот типичное это высказывание. Не можешь побороть мафию, возглавь ее. Ну то же самое, что если ты не хочешь побороть мафию, все равно возглавь ее. Но он ее возглавил условно, потому что он тоже от многих зависит. Я не думаю, что Могилевич ему сильно там поклоняется. Ну, хотя Путин гарант его безопасности. Но он, с другой стороны, гарант для Путина в том смысле, что многих политиков, не только Орбана, многих политиков он вербовал, а не Путин. Ну, я поэтому, так как это и есть мафиозное государство. Могилевич вербовал? Да, конечно, его люди. А кого зовут? Кого? Ну, это я вам не могу сказать. Это я вам не могу сказать, потому что там немецкий журналист, я не помню, как его зовут, к сожалению, он написал как раз книгу, которая называется, я тоже плохо помню, ну, в общем, это надо поискать в интернете. Он написал книгу как раз о Могилевиче и других его связях с Орбаном и другими политиками. Вот, я думаю, там надо это поискать. Я честно, я ее, я не слышал, но я еще не успел ее прочитать. Ну, интересно, что вы говорите, Савид, потому что я думала, что он сидит в тюрьме, а вы говорите, что он где-то в Кремле уже сидит рядом с Путиным. Не, я думаю, что он в Кремле, то есть он в Кремле или под кремлевской опекой, я знать не знаю, может он сидит на какой-нибудь даче Брежнева и там его опекают, не знаю, там. Раньше его опекали ветераны Афганистана, сейчас я думаю, что это уже, наверное, там отобраны люди ФСБ. Я думаю, что он, он уже очень немолодой человек. Я посмотрела, ему 78 лет. Ну, 78 лет, да, ну, в общем-то, ему еще, еще, ну, знаете, в России средний возраст такой низкий, но и в его профессии возраст еще ниже, но, в принципе, в принципе, он еще пожить может, поэтому, ну, знаете, этот же человек ни в чем себе не отказывает, кроме поездок, да, то есть, ну, вот он сейчас есть, я думаю, очень важная фигура для Кремля и для Путина, потому что, ну, по крайней мере, Орбана он держит вот на очень коротком поводке. Так, еще одну новость хочу вам зачитать. 42-летний житель Томской области России ранее осужден из-за убийства и помилован из-за участия в войне против Украины осужден за новое убийство. Тем временем Путин подписал законы, позволяющие теперь отправлять на войну не только заключенных, но и подсудимых. Ну, это я просто как картинка, потому что огромное количество тех, кто пошел воевать в России против Украины, это заключенные, не просто заключенные, а по самым тяжелым статьям. Это убийцы, серийные убийцы, это маньяки, это насильники, это педофилы. И вот те из них, кто посчастливилось им возвращаться, да, они не умерли там на фронте, не стали мясом, они возвращаются, и они с новой силой, уже с медалями, с почетом, начинают дальше у себя на местах в России насиловать, убивать, расчленять, грабить. Нравится это народу России? Нет, я думаю, что народу России это точно не нравится. Я думаю, что даже народ России этим озабочен. Я думаю, что это вот как раз вот такое, если это будет как бы, ну, происходить еще чаще и чаще, это может вызвать гнев и протест. Вот такие события могут вызвать гнев и протест. Ну, вы понимаете, изнасилование 11-летней девочки это новость, которая разносится по всей России. Она не локальная. Это не локальная новость. И то, что это совершил вот человек, который пришел с фронта, ну, это, конечно, для начала это пугает. Да, потому что ты начинаешь говорить детям, там, не выходи на улицу, там, после того, как темнеет, там, не знаю, буду забирать тебя в школе. Знаете, 11 лет. Ну, 11 лет. То есть, какой-то пятый класс, да? Значит, буду забирать тебя в школе, буду там, знаете, родители начинают реально переживать, и это переживание все равно перерастает в гнев. Рано или поздно это перерастет в гнев. С одной стороны, они как бы очищают свои тюрьмы, но не для того, чтобы вместо тюрем построить, там, не знаю, красивое здание для людей, а для того, чтобы их наполнить новыми. Но это, это, ну, как вам сказать, это еще одно, еще одно великое преступление путинской России. И это опять преступление против собственного народа. Потому что, ну ладно, в Украине, ну хорошо, они будут пытаться свирепствовать, но им никто не даст. То есть, потому что они не военные, они убийцы, они могут изнасиловать 11-летнюю девочку, но они не могут воевать против украинцев. А вот, понимаете, а вот, 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 вот это явление, которое будет только увеличиваться, потому что они же будут возвращаться все чаще и чаще, ведь не всех там убьют. Может, они надеются, то есть путинские, что их всех убьют, и что они будут, в общем-то, в роли штрафбата, да, за ними будет стоять заградотряд. Но все равно многие вернутся, и если они, и если это будет, ну, я не знаю, вот, я даже, даже, даже вот, скажем, в цифрах сказать, что если это повторится 5-6 раз, это будет уже, это уже будет, это уже будет что-то, что может всколыхнуть народ. Да, я так думаю. Но, конечно, это, это преступление, это чистое, абсолютное преступление власти, это тут даже, даже, даже говорить не о чем. То есть, это преступная война, которая, понимаете, ну, там все преступно, понимаете, там нет ничего, вообще ничего, что, не то, что оправдать, а что обсуждать можно. Там же нечего обсуждать. Понимаете, ну. Савик, хочу обсудить с вами еще, вот что, у Бориса Джонсона, у Бориса Джонсона выходят мемуары. Скандальные мемуары. Это очень интересные. Скандальные мемуары, судя по тому, что мы уже из отрывков прочитали, потому что, слушайте, ну, там я вам скажу. Во-первых, он нарушил негласное правило не рассказывать о здоровье королевской семьи. Он в подробностях описал, что у королевы Елизаветы был рак костей, как она страдала и все такое. Потом он рассказал о том, что он вообще хотел устроить военную операцию, напасть на Нидерланды, чтобы захватить вакцину от ковида на каком-то, ну, заводе, которое производит. Потом он рассказал, как Макрон хотел ему мстить за Брексит. Тут я уже вот сегодня прочитала еще один кусочек, что он предполагает, что премьер Израиля, а не Таньяк, установил жучок, внимание, в его ванной комнате, что он прослушивал его туалет. Савик, я думаю, что вы тоже подробно за этим следите, потому что это интересно. Наверняка ждете выхода, скажите, что там еще вас поразило или потрясло? Не, ну, слушайте, сегодня я прочитал про туалет, про туалет Джонсона, но, поверьте, мне трудно себе представить, каких он размеров и что он там делает, но, то есть, знать не Таньяку, поносит Бориса Джонсона или нет, или у него затор, или у него там, я не знаю, что еще он там в ванной комнате делает. Вы ведь эту запор или понос, это кошмар. Ну, да, смысл было, реально, а смысл было жучок устанавливать в туалете? Ну, я понимаю, что там спальни, там разговоры какие-то идут, да? Да, ну, в туалете, не знаю, может, 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 у него там какая-нибудь тайная переговорная в туалете, во что я не верю, ну, я не знаю, ну, знаете, какой-то, то про королеву я вам скажу одну вещь, с одной стороны, это да, это как-то не принято в Великобритании, но с другой стороны, знать, чем страдала королева, от чего она скончалась и как ей было трудно, в общем-то, я не вижу в этом большого преступления, честно говоря, я вот не консерватор такого уровня, чтобы сказать, что нельзя премьер-министру говорить правду о своей королеве, не вижу здесь ничего такого, вот с туалетом немножко другая история, но я очень жду, вот чего я жду, я жду ответа Нитаниалу, вот мне очень интересно, что он скажет, тут слушайте, они достойные соперники смогут встретиться друг с другом, может такой батл у них быть, битва, то, что надо, Хочу вас попросить, так как мы сегодня, я просила Сави, когда, потому что мне нужно будет убегать, закончить, немножечко раньше, я хочу вас попросить порекомендовать нам, что нам посмотреть. Вы знаете, вот у меня, у меня нет сегодня, вот я ничего современного такого не видел, вот я посмотрел фильм «Волки» с Брэдом Питтом и да, с как его, моим любимым? Этот, который женился на адвокатесе, да, который Украину поддерживает, Клуни. Клуни, Клуни, Клуни. Почему он мой любимый? Потому что он делает все, чтобы в Судане был мир. Вот, да, это мало кто знает, да, но это человек, который очень вовлечен в суданскую гражданскую войну и реально очень много делает для этого. Вот, но фильм такой, ну знаете, вот такой, но вот никакой. Кстати, вот много писали у меня в ленте про этот фильм. Кто-то ругал сильно, а кто-то хвалил. Что вы скажете? Ну вот поэтому посмотрите, да, вот и ваше мнение услышать интересно. Мне после 11 друзей Оушена, 12 друзей Оушена, ну этот фильм уже показался немножко-немножко таким, ну как бы сказать, желанием, желанием режиссеров, вот у нас, на нас вирус нападает, желание режиссеров найти какой-то способ, да, свести вместе Брэда Питта и Клуни. Вот это желание, да, то есть настоящего сценария как такового, да, вот сценария, который, да, реально бы привлек, да, вот его не было. То есть весь фильм, это они двое. Вот это вот они двое, это реально, это фильм на двоих. Я вам могу сказать, что я последнее время, я посмотрел один фильм, который очень интересный, если кому-то, вот, ну, вот хорошо, давайте, «Волки» посмотреть надо, чтобы вы нам сказали, что вы о нем думаете. Хорошо. Да, но вот есть еще один фильм, который я посмотрел, он в двух сериях, фильм называется «Белый дом на Рейне». Это история очень знаменитой гостиницы на Рейне, которая становится территорией Франции, после Первой мировой войны, но управляется немцами, и как, вот как, как страна приходит к нацизму, вот что происходит. И это все вот как бы вокруг вот этого вот великолепного совершенно отеля на реке Рейн. В общем, все красиво. История такая, история, ну, знаете, за три часа они сумели рассказать тридцатилетнюю историю, но, конечно, очень быстро, есть режиссеры, которые это сделали лучше, но все равно это сделали немцы. Вот что важно, что это сделали немцы. И сделали хорошо, сделали красиво. Если будет время, посмотрите, это любопытно. Исторически это очень любопытно. Белый дом на Рейне. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо вам большое, что вы нас смотрели, что вы были с нами. Спасибо, что вы будете смотреть нас в следующую пятницу, 18.00. И, пожалуйста, не забывайте, донатьте на дроны для Вооруженных сил Украины или по QR-коду, или по ссылке под нашим Савиком эфиром. В любой валюте вы сможете помочь приблизить победу вместе с Вооруженными силами Украины. Савик, спасибо вам. Друзья, спасибо. Спасибо. Прислушайтесь к словам Леси. Спасибо, Леся, спасибо всем. Слава Украине. Героям слава.